На МКАДе, пожалуй, только в ночное время суток машин мало. И нередко в автомобилях, движущихся по скоростной трассе, перевозят юных пассажиров, к сожалению, не всегда соблюдая правила дорожного движения. Статистика неумолима. С начала года на территории обслуживания 2-го батальона ДПС это участок кольцевой автодороги от Калужского до Ленинградского шоссе. Число детей, пострадавших в ДТП, выросло. Все они пассажиры. Бывает, что и без кресел родители пренебрегают правилами перевозки детей. Бывает, что и с креслами. Тоже, к сожалению, дети страдают, но кресла и специальные удерживающие устройства позволяют снизить тяжесть последствий в результате ДТП. Обеспечить безопасность ребенка в дороге – прямая обязанность родителей, которые почему-то некоторые пренебрегают. Объясняют по-разному. Кто-то уверен в своем водительском мастерстве, кто-то ссылается на вес и поведение чада или небольшую дальность поездки. В ходе профилактического мероприятия «Ваш пассажир – ребенок» инспекторы 2-го батальона составили порядка 30 протоколов. В отношении тех, кто нарушил правила перевозки детей. Что касается нарушения правил перевозки детей легковыми транспортными средствами, то там предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Ответственные родители понимают, что детское удерживающее устройство – а это не только кресло, но и, например, адаптер ремня безопасности или бустер – в первую очередь не спасение от штрафа, а реальная возможность в случае ДТП сохранить ребенку жизнь и здоровье. Конечно, для безопасности она сама всех заставляет даже сзади пристегиваться. Иногда сзади ездит. Конечно, нужно, потому что это дополнительная защита. Пока еще ребенок маленький, да, поэтому какая-нибудь, если экстренная ситуация случится, то больше шансов у ребенка остаться целым. Если родителям в ходе профилактического мероприятия «Ваш пассажир – ребенок» инспекторы 2-го батальона напоминали правила перевозки детей, то юным участникам дорожного движения делали подарки – яркие и жизненно необходимые. Государственная инспекция безопасности движения дарим тебе светоотражающий элемент, держи его. Он необходим при движении в качестве пешехода в ночное время суток. Автоэксперты утверждают, дети, которых перевозили в автомобили, как полагается, в будущем могут изменить ситуацию на российских дорогах в лучшую сторону, потому что для них следовать правилам дорожного движения – это норма, которую они знают с раннего детства. Как пассажир себя должен в машине вести? Он должен хорошо себя вести и ехать сюда, плещет на там. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».